Добрый день, дорогие друзья, зрители нашего канала, который ведет Юлия Руфлорида, подписчики или не подписчики, по-любому вы смотрите канал, мы очень благодарны, спасибо вам большое. А сегодня с вами ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, сегодня я хотела показать вам очень необычный объект, этот объект от моего любимого застройщика. И многим из вас он уже известен по обзору моего дома, который построил тот же самый застройщик, Dakota Construction. Честно говоря, у этого застройщика я первый раз вижу одноэтажный дом. В основном у него все дома двухэтажные. И вот это первый проект, который я вижу одноэтажный. Честно говоря, я сама очень прям заинтересована посмотреть, как они расположили комнаты внутри, как расположили на участке. Мне самой это было очень интересно, и я решила с вами тоже поделиться. Dakota Construction это не масштабный застройщик, это очень-очень эксклюзивный застройщик, который строит по индивидуальным проектам. Весь интерьер, весь экстерьер у него отличается, у него нет похожих домов. Над интерьером у него работает очень профессиональный интерьер-дизайнер. Я сама с ней несколько раз встречалась. Очень-очень опытная, и у нее получается очень красивый дизайн интерьеров. По цифрам, по дому быстро пробежимся. Ребята, сегодня у нас всегда кто-то спрашивает, сколько градусов. У нас сегодня 36 градусов. Нам нужно срочно попасть внутрь дома под кондиционер. По цифрам, дом только что был построен, вот он выставлен на продажу. Еще здесь ландшафт, такой новенький, еще кустики не выросли. Только-только построен дом. В этом доме 5 спален и 4 полных санузла. 3300 квадратных фит в переводе на метраж. Чуть больше 300 квадратных метров. В этом районе нет ассоциации, то есть 0 HOA FIM. Район находится, это опять-таки мой любимый район, это спальный район города Орландо. Это даунтаун Орландо, но спальный район города. То есть, честно говоря, с этого места доехать до сердца Орландо можно на велосипеде за 15 минут. Ого! Да, доехать до известной улицы Restaurant Row, вот это в Винтерпарке. Известная улица, парк Авеню, где куча ресторанов, куда съезжается все Орландо. Тоже можно на велосипеде за 15 минут. Здесь, в принципе, все где-то в двух милях. Ну, мы, конечно, по такой же арене велосипеда не поедем. Но очень-очень хорошее расположение. Причем у Колыч парка буквально недалеко есть своя улица с ресторанами, с магазинчиками, с бутиками. Там шикарные итальянские рестораны, ирландский ресторан недавно открылся, постоянно заполнен. Ну, хорошее такое место. Жизнь здесь бурлит ключом. И в то же время это такое спокойное и безопасное место проживания. Так что давайте пройдем и посмотрим эту жемчужину. Давайте. Смотрите, здесь нас встречает подъездной путь к гаражу, въезд в гараж сбоку. Это на шесть машин только драйвей. О, классно. Но сам гараж на две машины, да? Гараж на две машины. Вот все здесь новенькое, кустики новенькие. Азалию они высадили. Кстати, у меня они тоже азалию высаживали. Она так красиво цветет. Очень красиво. Гибискус. Здесь очень большая площадка веранды, видишь, можно посидеть вечером. Я обычно не сижу. У меня только кот спит на этой веранде. Понятно. Кстати, да, в продажу дома тоже, ну, это мелочь, но приятное. Это видеозвонок. Классно. Так. Смотрим дизайн. Кстати, если вам интересно сравнить дизайны, Юлия, ты можешь поставить ссылочку к дому, который мы купили у этого же застройщика. Конечно, дизайн отличается. Но я еще не прошла во все комнаты. Что ты можешь сказать? Вот у вас тоже здесь плиточка. Единственное, похоже, пол. Тот же самый, пол шикарный. С ним уже, вот сколько у нас, три года этот дом. Это доска, да? Это дерево. Да, это натуральное дерево. С ним ни со швами, ни с чем, ничего не случается. Он очень умело положен. Плитка, видишь, при входе. Кстати, хорошее решение, да? Плитка, где больше людей ходят. Конечно, да, у меня тоже при входе плитка. Здесь они положили другого дизайна плиточку. Смотри, какое освещение красивое. Освещение у них всегда тоже, да? У них всегда. Красивое. Причем они выбирают свои материалы, не дешевые. У них очень дорогое качество материалов. И это не хом-дипы. Я не хотела эту слову. Да, но они покупают материал тоже у эксклюзивных поставщиков. Материал у них и кухонный кабинет. Ну, дерево для кухонных кабинетов эксклюзивное. Они не просто едут в хом-дипы и закупают там уже готовую кухню. Это строится все персонально, индивидуально под проект каждого дома. Также у них и с плиткой. И плинтуса. Вот, обратите внимание, высокие мне нравятся. Широкие плинтуса и потолочные. О, потолочные, смотри, тоже потолочные. Они еще такие закругленные. Да, вот обратите внимание. Плюс высокие двери, как нам нравится. Кстати, потолок в этом доме 3,5 метра. Очень высокий. Да, хороший потолок. Потому что дом одноэтажный, да, могут себе позволить. У меня тоже 3,5 метра. Ах ты! Но я имею в виду, что у этого застройщика всегда очень высокий потолок. Это дает еще даже больше пространства. Больше чувства пространства, чем даже оно есть. Оно и так большое. Смотрите, здесь сразу при входе постирочная. С окном огромная постирочная. Смотри, какой размер, масштаб постирочная. Здесь можно складывать белье. Утюг ходит. Ну, вообще здесь стейджинговая мебель. Правильно это заберут? Мебель стейджинга, да. Все, будем знать. Раковина, да. И даже здесь, казалось бы, в постирочной у них здесь камень. Да, гранит. Гранит. Не гранит, раковина. Ставятся стиральные и сушильные машинки. У застройщиков они не включаются никогда практически. Если только какой-то модельный дом продают, бывает случай, но у застройщиков не включаются. Классно. Смотри, как они придумали, кстати, что хотела сказать, да, заподлицо тоже сделали шкафчики. То есть они не сделали шкафы до столка. Кстати, мы еще пройдем в кухню, вот там они закончены. Именно шкафами. То есть модными кабинетами они заканчивают стену, а здесь они опустили стену, потому что здесь точно не нужны такие высокие шкафы. Здесь очень неудобно вообще. И смотрится закончено, да, казалось бы. Это подсобное помещение, а все равно где красоту сделали. Я люблю очень постирочные и кухни, поэтому прошу прощения, что мы здесь так много времени уделили. И, конечно, хозяйские спальни люблю. Здесь у нас проход. Или что это? Это одна из спален. Это спаленка. Они представили это как офис. Здесь можно сделать офис, если кому-то не нужны все пять спален. Ну, правильно. У меня тоже офис. В этой же стране я сделала. Хотя это считается спальней. Ну да, спальня, так как есть гардеробная. Здесь они не поставили мешок? Не ставят. Это нужно сами. Заказывать отдельно. Это нужно заказывать отдельно. Хорошо, вот они эти дешевые не поставили, потому что это было бы смешно. Здесь у нас давай посмотрим, что тоже какая-то кладовочка. А, кладовочка тоже, полочки надо будет поставить. Получается кладовка при входе. Я думаю, что здесь можно сделать полочки для обуви. Вот, да, кстати, можно. То есть получается вот прихожей сразу можно... Ну, не сразу. Бывает, сразу в прихожей стоит. Здесь немножко подальше можно организовать обувь, ванна. Здесь полный санузел. Мне так нравится, как они каждую ванну делают эксклюзивной, отличающуюся друг от друга в одном доме. Да, причем и каждую ванну, кстати, надо заметить, может быть что-то где-то и повторится, но обычно они и каждую ванну, и в каждом доме они делают по-разному. И даже зеркало, смотри, до потолка, плитка до потолка вообще. Хотя, знаешь, было бы дешевле накупить вот этой же плитки на 15 домов. Казалось бы, да. Казалось, ну естественно, но они этого не делают. Они под каждый дом свой дизайн и свою цветовую гамму. Так, здесь мы проходим по коридору. Здесь гараж на две машины. Ух ты! Причем здесь он такой, мы называем это оверсайз, он расширен только на две машины. Здесь можно еще даже велосипеды поставить. Знаешь, что мне нравится, что здесь много окон. Посмотри, здесь светло. Да. Вообще классно. И потолки высокие еще. Сказала бы. Можно тренажерку сделать. Маленькую. А запах какой, да? Да, запах нового дома. В общем, по коридору мы проходим дальше. Здесь, ребята, мы с вами смотрим в первый раз этот дом. Сейчас будем смотреть. Так, кондиционер. Смотреть. Это кондиционер. У них хорошие очень кондиционеры. Называются Energy Efficient. То есть энергосберегающие. Очень тихо работают. Так, с этой стороны. Здесь у нас, скорее всего, кладовочка. А ну, касс. Можешь прийти. Так, здесь кладовочка. Вот. А еще, знаешь, я вот с другой стороны тоже хотела показать. Вот здесь, по-моему, тоже кладовочка. Чтобы не забыть потом показать. Да. Очень много видишь помещений. На самом деле это здорово. Да. Еще бы. Еще бы. Очень много кладовочек. Можно что-то хранить в них. Так, проходим в одну из очередных спальн. То есть мы назовем это номер два. Спальня номер два. Гардеробная. Так, гардеробная. Ага. Так, гардеробная. Здесь у нас, смотрите, pocket door. Вот. Вот так вот тянешь и закрывается дверка. Двери высокие, проемы высокие. Да, вот обратите внимание, все такое высокое. Потолки высокие. Каждая спальня тоже. Здесь получается один санузел делят две спальни. Так, здесь у нас душевая, туалет. Они закрываются. И здесь две раковины. Удобно. Опять-таки, зеркала у них везде до потолка. Вот, посмотрите. Очень хороший ремонт. Ну, по качеству я имею в виду, по сравнению. Он даже пахнет хорошо этот ремонт. Это правда. Вообще нравится очень. Так, здесь у нас что? Еще вот одна спальня. Спальня одинакового размера. Ага. И вот, собственно говоря, тут тоже. Хорошего размера кардинобная. Да. Моя любимая часть дома. Посмотрите. Да. Здесь можно дискотеки устраивать. Вот реально, вот здесь можно танцевать. Танцпол. Просто огромного, невероятно большого размера зал. Столовая. Да. Зона. Это открытая, вот хорошая такая открытая планировка. Как я люблю открытые планировки. Вот реально, вот это вот открытая планировка, как я люблю. И посмотрите на эту кухню. Кухня классная большая. Кухонные кабинеты, они закончены до потолка. Возможно, кто-то из вас скажет, боже мой, зачем и как туда достать? Можно. Все нормально достается. У меня, например, хранятся на тех верхних полках. У меня, конечно, куча пустых полок. Потому что здесь много кухонных. Здесь нереально просто их запомнили. Я тебе завидую. Лучше пусть будут немножко пустые полки, чем не знаешь, куда положить вещи. Я помню, у меня в каждом доме, где мы раньше жили, у меня все хранилось в коробках в гараже. Но некуда поставить. Или, может быть, где-то под лестницей кладовая. Потому что кухонные кабинеты, они тоже лимитированы. Там была моя обычная ежедневная какая-то посуда. А то, что у меня там сервиз. Еще мои родители из Германии привозили Мадонну. Я думаю, у многих у вас есть Мадонна. Они мне с приданным ее отдали. Я ей не пользуюсь. Но все равно жалко его держать в гараже. И он у меня, я его вытащила из коробки. И он у меня красиво стоит на тех полках. То, что достаешь раз в год, правильно? Не каждый день. Мадонну ее вообще не достаешь. Хотя, знаешь, вот, например, тоже я обожаю этот сервиз. Кобальтовая сетка Ломоносовского завода. У меня полный сервиз. Мне дарили его на свадьбу. И я его тоже не могла поставить в других домах. Никуда. Он у меня так и стоял. А вот сейчас я им пользуюсь. Здесь есть полочки тоже, да. Смотри, вот. Здесь открытые полочки. Можно что-то красивое поставить. Опять-таки, вытяжка от нашего любимого болгарина, кузнеца. Кузнец, смотри, какой они спелись, да? Уже сколько лет они вместе. Они много лет. Команда, команда. Да, это команда. Не, молодцы, что они вот до сих пор вместе. Вообще, да, у этого застройщика вся команда. Это они как начинали с самого начала, их, его партнеры. Например, там, кто кухни делает, кто делает что-то там, лестничные проемы. Или вот болгарин, да, делает вытяжки. Или вот эта. Вся команда, она идет. Они сначала, они уже знают. Они почему качественно делают, они уже точно знают. Что, почему. Требования застройщика. Им легко это делать. Они работают с этим материалом уже много лет. Вот такая огромная. А еще мне подсветка нравится вот здесь. Подсветка, да, есть, да, да, есть подсветка. Классно смотрится. Она меняет цвета, она может гореть любым цветом. Там есть выбор. Ну, такую подсветку может, честно говоря, каждый себе сделать. Но тут вот все уже как бы, да, закончено. Это не мудрено, да, да. А так, газовая плита здесь. Как у вас, да? Газовая плита на 6 конфорок. У вас тоже газовая. Да, у нас тоже газовая. Вот здесь она какая-то специальная. Прикольно. Вот она, встроенная. Да, у них вся бытовая техника кафе. А, это дорогая. Дорогая техника, да. Эксклюзивная, встроенная, да? Опять-таки остров какой. Остров классный. Большой. Раковина большая. Большая раковина, не разделенная на две части. Даже у них, смотри, что есть холодильник под вино. О, ну это вообще мастер. Напитки. Ну, не везде. Во Флориде. Хорошо, мы снова, наверное, слишком долго на кухне время проводим. Да, много. Вот тут тоже холодильник. А он варит кофе или нет? Да, он варит кофе. Видишь, здесь даже значок есть. Кофе варит. Да, кофе варит. Честно говоря, мы никогда этим не пользовались. У нас кофеварка есть. Ну, это, честно говоря, такой же кофе, как... Ну, регула. Да, регула. У них там... Американ. Они куда... Мы пробовали пару раз, но как-то слишком заморочено это все. Ну да. Вот на четыре места здесь, смотри, барная стойка. Тоже классно. Да, на четыре. Тут что, вот две духовки или это... Здесь микроволновка и духовой шкаф. Внизу. Вот так. Сразу здесь встроены, видишь, уже полочки, кладовочка для круп. Ой, вот полочки, смотри, какие симпатичные. Другое дело. Да. Так. Что дальше? Свет обратите внимание. Давайте решим, мы проходим направо или налево. Давайте мастер. Как раз мы уже здесь... Я не уверена, где здесь точно мастер, но, скорее всего, это... Вот он. Хозяйская спальня. Слушай, большая хозяйская. Хозяйская спальня. Смотри, какая большая. Да. Очень. Очень большая. И опять же, такая воздушная. Есть выход сразу во двор. Да, смотри, здесь много окон. Да. Как бы не упасть в обморок от такой красоты. Так, что тут на потолке? Вентилятор. Дальше. Заходим. Кстати, вот видите, здесь плитку они повторили, по-моему, в какой-то из ванных была вот такая плиточка. Так, здесь получается у нас одна гардеробная. И вот, по-моему, вторая, да? Которая из них побольше. Здесь вторая. Вот эта поменьше, та побольше. Ага. Туалет, туалет, pocket door, туалет. Так. Посмотри, какой красивый гранит. Вот это да. Слушай, мне кажется, это мрамор. Возможно, да. Возможно, это мрамор. Смотри, какой красивый. Очень мне нравится. Рисунок, да? Блянцевый. Он как зеркальный. Класс. А, у вас, обратите внимание, даже окно есть. Ух ты. Вот. А тут здорово. Здесь у нас получается тоже кладовочка. Кладовочка. Для полотенец. Так, две раковины далеко от друг друга. И мое любимое произведение этого застройщика. Это совместный душ с ванной. Опять-таки, вот эта огромная стеклянная стена. Да. Классно. Окна. Ну, естественно, затонировать надо, закрыть. Да, окна, они тонируются. Я, на самом деле, купила себе такая пленка. Она матовая. Через нее хорошо виден свет, но тебя не видно. Но отсюда не видно. Вот, отлично. Так что вообще без проблем. Я закрыла окна такой матовой пленочкой. Хорошо. Вот даже полочки. Да, здесь так как красиво сделали. Углубления есть с полочками. Можно шампуньки поставить. Дизайнеры у них действительно хорошие. О, этот душ с потолка. Не смотри, тут высоко. В общем, такая у нас мастер. А ну-ка еще, вот я там видела зеркало, как трюмо, знаешь, со всех сторон. Это их тоже, можно сказать, так, фишка. Где, заходи, покружись. Чтобы было понятно. Ну вот, да, классно. Слушай, очень удобно одеваешься, смотришь себя со всех сторон. Да? Очень удобно, я знаю. Так, далее. И проходим у нас здесь, получается, последняя комната. Один этаж удобно. Один этаж удобно. И хорошо, что они сделали крыло, хозяйское крыло. Как с другой стороны, ты заметила? А все гостевые спальни с этой стороны. Да, вот еще одна комнатка. Ну, вполне здесь влезает. Квин очень даже хорошо вмещается. Квин вмещается в любой из этих комнат. Да, точно, гардеробная. Здесь у нас еще кладовочка. Еще кладовочка. Вот, ты знаешь, в двухэтажных домах у них я заметила не так много кладовок. А мне их очень не хватает. Очень, да. Мне пришлось занять кое-чем. Всякой ерундой, от которой мой муж никак не может избавиться. Я, на самом деле, тот человек, который все выкидывает. Все ненужное. Если ты не помнишь о чем-то лет пять, то это точно не вспомнишь. Да, уже не вспомнишь. Ну, правильно. Муж у меня все хранит, и мне вот таких кладовочек явно не хватало. Вот еще один санузел полный. Отлично, слушай, тут тоже по-другому. Душебой. Плиточка другая здесь, да. Так, вот опять же зеркало до потолка. И здесь вот, смотри, столешница тоже красивая. Гранит, по-моему, неповторяющийся. У них очень много выходов во двор. Смотри, с каждого крыла у них выход. Это суши удобно? Да, и помимо этого давай здесь выйдем. Посмотри, какие у них раздвижные большие двери. О, да, двери, смотри, какие-то большие. Они полностью раздвигаются, можно сделать. Вот это мне нравится. Чем больше света, тем лучше. Здесь москитная сетка тоже стоит. Вот так вот раздвигаются обе стены. Очень даже хорошо. Здесь много места, да, под навесом. Под навесом много места. И они обычно, вот там, кстати, сделали тоже выходы для летней кухни. Классно. Вот здесь вот можете сделать летнюю кухню. Здесь у них и водопроводная труба, и газовая. Ну, у вас похоже, да, правильно? У вас же в этой стороне тоже летняя кухня. Очень красиво смотрится у вас. Вот здесь тоже там. А вот здесь где-то столик у вас тоже, да, сбоку просто? Ну, вот смотрите, размер участка здесь 0,23. Да. Но из-за того, что дом одноэтажный, естественно, он занимает больше места. То есть у нас получилось двухэтажный и побольше двор. Намного побольше. Но опять-таки это на любителя. Мне очень нравятся одноэтажные дома, честно. Потому что мне каждый раз там что-то я забыла у себя, не знаю, наверху. Мне вот эта вот зарядка, знаешь, лишняя не нужна. Сто раз в день наверх-вниз. Но на самом деле это тоже подбадривает. Это может быть и плюс. Но да, вот такой вот у них дворик. На самом деле сюда в месяц не очень большой бассейн. Вот такой вот как бы длинный. Я вижу такие, да, длинные бассейны. Можно сделать, если что, без проблем. Вот забор новенький, тоже белый. А вообще, по вашему усмотрению, да, кто хочет, тот может сделать бассейн. Ну что ж, друзья, я очень счастлива была поделиться с вами этим проектом. Я была очень рада сама посмотреть на него. Я когда увидела, что они уже закончили его, я попросила заехать посмотреть. Они предоставили мне эту возможность, с удовольствием. Мы до сих пор поддерживаем очень хорошие отношения. Прям можно сказать дружески с застройщиком. И в гости иногда ходим друг к другу. Ну, хороший такой человеческий подход к своим клиентам. Это видно по качеству домов, которые они строят. И у него, на самом деле, действительно очень хорошее качество. Ну, прям не придраться. Да. Вот. Так что спасибо вам большое, что вы смотрите. До следующих встреч. А сейчас подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Давайте комментарии. И что вы думаете по этому дому. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok